День в день, час в час, минута в минуту, радио, болтком. Утро на болткоме. Олег Пеха и Александр Шунин, вот мы тут что-то обсуждаем за эфиром. Мы обсуждаем, я могу сказать, что мы обсуждаем. Я сижу и бурчу, просто так по-стариковски бурчу. Только что в агентстве «Лето» я прочел новость, господин Пунтулис, министр культуры, заявил, что свои предложения об открытии культурных заведений он внесет после улучшения эпидемиологической ситуации. Понимай, как хочешь, что он хотел сказать, не тебе конкретных цифр. Настоящий политик. При уровне заболевания таком-то, я считаю, можно ходить в кинотеатры. Ну, например, вот я, простой человек, сказал бы, а Пунтулис – прям настоящий политик. И после улучшения эпидемиологии. Я все вам скажу после улучшения эпидемиологической ситуации. Или когда, например, другие примут решение о том, что ЧС сняли, он скажет, вот, да, теперь можно идти в кинотеатры и кинотеатры. Ну, так нет, ну, тогда стало все понятно. Сегодня у нас 2 марта на календаре, и вот еще раз напоминаем, 90 лет отмечает Михаил Горбачев. Кстати, я забыл совсем рассказать, мне Константин Пупурс, тот самый, который вот в Хельсинки 86 пронес флаг, там, которого выслали из страны, рассказывал удивительную историю о том, что он общался целый день с Горбачевым. Ну, когда Пупурс был уже в Соединенных Штатах Америки, он работал, по-моему, то ли в береговой охране, ну, в общем, какая-то, ну, он был военным. Но вдруг, уже это были 90-е годы, Горбачев прилетел как частное лицо Соединенных Штатах Америки, вдруг оказалось, что нет с ним человека, который мог бы его, ну, переводить, нет переводчика. И срочно стали искать человека, который знает русский язык, и им оказался Константин Пупурс. И он был, ну, как бы вынужден, целые сутки он проводил с ним, ну, то есть он был его, как бы, ассистентом, переводил его устами, глазами, то есть он все переводил ему. И он им говорил, вот, Михаил Сергеевич, знаете ли вы, что именно благодаря вам в 86-м году меня не посадили, вот, ну, то, что стали более либеральными, а выслали просто из страны, и вот благодаря этому мы с вами сегодня и встречаемся. И он там, как бы, говорит, что, о, да, там, типа, перестройка, перестройка, да. Совершенно так. Между тем, мы можем поговорить про наш уже тихий центр. Который станет еще тише в определенном смысле, потому что инициатива, которую внесло общество развития центра Риги или Рижского центра, это можно двояко называть, и его представитель этого общества Каспар Кондратюк, который с нами в данный момент находится на связи по зуму, наконец-то мы кого-то не только услышим, но и увидим. Так вот, ребята добились своего в течение, я так понимаю, года в тихом центре, что называется, столице, это район улицы Валдемара, Кронвальд-Бульвара, улицы Ханзес, будут повешены новые знаки, ограничивающие движение транспорта 30 километрами в час против нынешних 50. Каспар, объясните, пожалуйста, зачем вам понадобилось вносить такую инициативу, с реализацией которой мы вас, в общем-то, поздравляем. Молодцы. Да, доброе утро, спасибо. Спасибо. Ну как, зачем это, в принципе, во-первых, это, наверное, показывает много то, как другие большие города делают, что если уменьшается, как бы успокаивается транспорт вообще в городе, то это повышает безопасность для пешеходов, это снижает и уровень звука, который есть уже в городе, ну, также это и важно для исторических зданий, которые, ну, как бы, тоже более сохраняются, вибрации снижаются и так далее. Ну, как бы, я сам не житель тихого центра, я живу на самой громкой улице в городе, на Брививес, тут как раз за окном, но в тихом центре, как бы, особенно те жители, которые в нашем сообществе, вот, предположили такую инициативу, и мы рады, что вот в городе хоть с какой-то части уже это можно и пробовать. Ну, скажите, не является ли это вообще общей тенденцией снижения скорости? Я слышал, что, в принципе, вообще в Европе говорят о том, что стоило бы в городах снизить скорость движения транспорта до 30 км в час, что это бы, ну, сделало города более безопасными. Да, ну, не только собирается, в очень многих городах и особенно столицах государство уже снижают в городе центры, потому что это действительно вот те же самые аргументы, которые я уже говорил. И, да, я как житель центра, ну, больше чем 20 лет почти, я согласен, ну, как бы, я и перемещаюсь в машины, и довольно часто, но я просто не вижу смысла и гоняться по брусчетке, где и люди ходят, и летом, ну, ладно, сейчас не так много туристов, но все равно, ну, как бы, когда они есть, то они смотрят дома, и если кто-то, ты кого-то пропускаешь, чтобы он перешел дорогу там, а тебя еще сигналит, потому что, ну, как бы, это необходимо, чтобы успокоился транспорт в городе центры, и можно ехать уже с пункта А до Б за город, центром города. Ну, к слову сказать, я провел такое, с позволения сказать, исследование, расследование, что происходит действительно в столицах европейских государств. Все началось в 2018 году с Берлина, там начали эксперимент на тихих улицах центра, в общем-то, стандарт 50, как у нас, но в 2018 году решили попробовать ограничить 30, так понравилось, что сейчас этот эксперимент стал нормой, и вслед за Берлином подобные ограничения, снижения провели в других городах, например, в центре Парижа центральные деловые улицы, там скорость ограничена теми же самыми 30 километрами в час, а есть районы, где даже и 20, в Лондоне 32, Мадрид, правда, держится, там на эти снижения не пошли, до сих пор 50, в Нью-Йорке 40, Сидней тоже 30, как ни странно, другой конец планеты, но тенденция та же самая, так что мы шагаем в ногу. Но мы видим, что в тихом центре есть же очень много перекрестков, где нет светофоров, и там действительно такая вот тихая замедленная скорость машин, она, в принципе, просто является необходимостью. Да, это один из аргументов как раз, почему эта инициатива как раз и насчет тихого центра, потому что там есть эти вот, где нету, не регулируются перекрестки или, ну, как бы, пешеходы, и там действительно многие люди гуляют, ну, как бы, чтобы, и это лучше, это, я думаю, лучший вариант, чем ставить еще больше светофоров, и тогда всем, которые на машинах еще надо стоять, и всех светофоров иногда и, как бы, даже не нужно. Ну, как бы, да, так что думаю, что это хорошо, что это начинается с этого района, и тогда вот уже можно видеть и город, и жители, и автоводители могут смотреть, как это мешает, не мешает, это лучше. Ну, как бы, цель-то, что это может стать лучше как раз для пешеходов, но так и для предпринимателей, да, потому что это тоже доказывает, что когда улицы более уютные для пешеходов, то и может повыситься и для предпринимателей кафе там, или какие-то музеи, ну, как бы разные. Да, очень много открытых кафе, ведь как раз в тихом центре, и понятно, что если там проносятся мимо машины с грохотом, то это, ну, как бы, создает такую нервозную обстановку, и не очень приятно сидеть, когда буквально в нескольких метрах от тебя пролетает автомобиль. О, да, на Элизабетес, например, помню прекрасно, минувшее лето сидели на террасе с различными напитками, наслаждались вечером, закатом со стороны реки, и всякие молодые люди на форсированных БМВ проносились мимо, очень бесили. А главное, даже кинуть в них при всём желании не успеваешь, он так быстро, зараза, пролетает, бесит, честно, просто откровенно бесит. Каспар, кстати... Вот то же самое, вот то же самое, да. Ваша инициатива столкнулась ли с каким-то противоборством, противодействием со стороны рижских властей, или всё прошло как по маслу? Вы занесли документ с вашим предложением, чиновники прочли, сказали, о, ребята, классная идея, да, всё, подмахиваем, вот, печать, дата, штамп. А, ну, это я не смогу комментировать, я сам это не делал, я на данной ситуации представляю наше сообщество, но другие члены это делали. Но я, в принципе, и с прошлого года, ну, вообще, как бы, эта инициатива рассматривалась довольно позитивно, я бы сказал. Ну, да, такое... Конечно, были разные дискуссии про необходимость и так далее, но эта дискуссия всегда необходима. Но мы очень рады, что эта инициатива вот прошла, потому что разговор о этой теме вообще-то уже был довольно, ну, долго. В разных сторонах, и из жителей, и активистов, и в городской думе, но как-то перед тем не получилось. Так что, да, это хорошо, что на этот раз это прошло, и посмотрим, как будет дальше. А есть какое-то рациональное объяснение, почему знаки будут меняться так долго в течение года? Нет, это я не смогу. Я думаю, один из причин может быть, чтобы это как-то постепенно, просто по улицам, да, но конкретно не смогу комментировать. Да, кто-то будет следить, как будет происходить наблюдение, не знаю, видеонаблюдение, там какие-то будут стоять радары, чтобы не превышали водителей по старой памяти, не гоняли? Вообще-то, параллельно с этой инициативой также сейчас происходят дискуссии о вообще регулировании звуков автотранспорта и мототранспорта. И поэтому сейчас уже это не только в городском уровне, но относятся к центрам города, думают про то, как измерять вообще громкость и транспортных средств. И в прошлом летом уже пробовали это, вот. Так что сейчас смотрят такие нормативы на эту тему тоже надо менять, чтобы не только быстро не ехали, но и не ехали с машинами с этими громкими звуками. О, я тут сто процентов точно уверен, кто будет против байкеры. И, кстати, у них есть аргумент, потому что, ну, такая поговорка, если меня слышно, то меня видно. Но есть такой нюанс именно у мотоциклистов. У них все-таки повышенный риск. Возможно, да, тогда нам тоже надо как-то одеться с более красными или какими-то одеждами, чтобы нас видели. Ну, как бы этот аргумент можно с разных сторон тоже применять. Ну, как бы, я думаю, цель-то, чтобы для всех участников движения оно было запасное, да, ну, как бы, и это просто надо всем как-то стараться и найти это, ну, как бы, в центре города, ну, как бы, много людей живут. Ну, как бы, байкеры часто проезжают, ну, как бы, ну, вообще центр города у нас очень такой транзитный, поэтому это надо учитывать, что тут есть и жители, которые живут. У нас дозваниваются люди, 67212-939, телефон, да, здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, во-первых, в Риге нужны объездные хорошие дороги. Тогда центр города можно освободить. Но я хотела другое сказать. Спасибо вам, ребята, за музыкально-театральный экскурс в историю. Вы мне дали вкупе с солнышком заряд бодрости на весь день. Кроме витаминов нужны еще и положительные эмоции. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, приятно слышать такое. Есть смысл работать реально. Я даже так задумался, как отреагировать. Спасибо. Спасибо. Неожиданно. Ну, да, вот по поводу объездных дорог. Действительно, ведь, наверное, если не будет необходимости проезжать через город, а мы помним, что в 60-е весь годы проезжали и грузовики, и фуры, там неслись прямо по самому центру города. Троллейбусы по кальке ходили, я даже помню, до стрелков. Да, да, и в принципе-то это... Я совершенно согласен, что объездные дороги, ну, как бы, они тоже нужны. Но мы не можем, если мы будем все время ждать на какие-то следующие шаги, да, но, как мы знаем, у нас не особенно быстро разные вообще инициативы происходят и как в государственном, так и в городском уровне. Если мы будем ждать, да, эти магистрали, ну, как бы, ну, да, тогда для меня уже самого жизнь в центре не будет настолько удобно, ну, как бы, и для многих, как бы. Поэтому это надо, это тоже инициатива, на которую нам надо всем вместе, автоводителям, как бы, тоже достукиваться, ну, и тогда и будет. Потому что сейчас, если я еду, у меня бывают ситуации, когда с родителями, с Юрмала, надо ехать в другой конец города или через Ригу. Всегда получается быстрее через центр ехать. Никогда. И я даже, когда стараюсь, это 20 минут всегда больше, как минимум. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте вас немного поправлю. Если мы находимся в Копенгагене, Амстердаме или Стопгольме, вопрос о скорости у них вообще никогда не выяснилось. Там самое главное, чтобы был природный комфорт. То есть на каждом перекрестке должно быть гнездо дикой птицы. На каждом перекрестке должны быть высажены не растения, не одомашенные, а дикие растения. Чтобы, находясь в центре Амстердама, ты закрыл глаза и тебя спрашивают, где ты находишься. Спрашивают. А ты чувствуешь себя в лесу. Вот это уровень комфорта. А то, чтобы снизить или повысить какую-то скорость, это ничего нам абсолютно не даст, кроме дополнительных расходов и агрессии у населения. Спасибо за внимание. Когда будут высажены дикие растения и гнездо птиц? К слову сказать, могу уточнить, пока Каспар будет отвечать, покопаюсь опять в гугле, но этой весной вдоль Чака планируются какие-то катки с растениями высадить. Не только на Чака, но на Чака тоже планируется. И также планируется, так как будут ремонтировать всю улицу Диарт-Рудес, как раз до Чака улицы и старой церкви Диарт-Рудес, то вокруг Диарт-Рудес улицы тоже. Это одна из наших инициатив, в которой мы сейчас и будем следить за ней. Улучшить все вокруг этой церкви, чтобы как раз было больше зелени, больше природы в городе. И человек, который звонил, я совершенно согласен. Мне кажется, в городе больше джунглей будет тем лучше, только это будет более хороший воздух, это тень, особенно для престарелых, которые ходят и ищут тень, для которых более трудно в горячее время. Так что я совершенно согласен. Ну вот, кстати, позвольте мне с вами, Каспар, не согласиться. Мы беседуем с представителем Общества развития Центра Риги, Каспаром Кондратюком. Начали с инициативы, которая получила поддержку в Рижской Думе. Ограничение в историческом центре скорости движения автотранспорта до 30 км в час. Так вот, я не согласен с вами в той части. Вы сами упомянули, спасибо, что напомнили, круг вокруг старой Гертруды. По-моему, это не до конца продуманное решение сузить там вот это вот бутылочное горло со стороны Бриубас, между Бриубас и Базницес. Там какой-то завал будет. И действительно, автомобилисты будут костерить, на чем свет стоит тех, кто примет это решение, пытаясь объехать. Плюс не надо забывать это подъездные пути к первой городской больнице. Что-то, мне кажется, это не самое удачное решение на самом деле. Ну, трудно сказать, это будет хорошее, неплохое. Но, как бы, в том-то и дело, наше сообщество, мы, в принципе, мы все жители. Жители и некоторые, и также и предприниматели, у которых какой-то бизнес-центр. И мы, у нас цель, как улучшить безопасность для пешеходов и, в принципе, вообще улучшить качество жизни в Рижском центре. Поэтому, да, возможно, это будет неудобство для каких-то конкретных маршрутов автотранспорта. Но все данные даже того же самого департамента транспорта показывали, что это, ну, как бы, один квартал, получается, только объехать. Но я не знаю, может, для кого-то это, как бы, ну, проблема, да, возможно. Для меня, как бы, нет. Но когда улица Тарбетес была, как пешеходная, в принципе, да, летом в прошлом, то, ну, тоже, ну, бывало, у меня самого бывало ситуации, где, ну, я даже спешил, и мне, ну, вот, хорошо, надо объезжать. Ну, как бы, ну, не особенно, я много потерял, но для города, я считаю, все-таки это лучше. Поэтому, я думаю, это всегда надо смотреть немножко, вот, что для всех горожан может быть лучше также для экономики, для туризма и так далее. Или это, вот, для моего маршрута дополнительных 2-3 минуты. Ну, как бы. Мы говорили, вот, когда про уровень шума, то, что машины, проезжая на большой скорости по брусчатке, создают такой вот, ну, не только вибрацию для зданий, но и вот шум. А водители, которые, например, часто слушают музыку очень громко и специально опускают стекла для того, чтобы, ну, вот, показать, какие у них акустические системы мощные. Поделиться хорошей мелодией. Да, да, да. Вот это будет ли каким-то образом в городе, ну, тоже регулироваться? Потому что иногда бывает, ну, очень неприятно, когда проезжает машина, даже вот если она будет еще на медленной, на более медленной скорости, и из нее вот несется просто, ну, очень громко музыка, и причем даже, ну, вот, именно низкие частоты. Да, да, я согласен, могу признаться, что я тоже так делал 20 лет назад, но и я, даже, даже тогда мне казалось, что надо везде разрешать и быстрее ехать, но как-то, наверное, живя самому в центре, а не за городом, как раз, ну, как бы для жителей это не так все-таки удобно. Каспар, вы меня, бога ради, простите, но вы сами сказали, это было 20 лет назад. Это возраст, Каспар! Вы стали медленнее ездить и слушать другую музыку, более спокойную. Музыку я слушаю и то же самое. Но насчет этой музыки, ведь, видите, это уже индивидуально все-таки, и это, если я не ошибаюсь, ну, это как бы просто называется как хулиганизм, да, ну, как бы... Ну, на самом деле, да. Да, и если это мешает кому-то или жить, или спать, или что-то, то, ну, это уже довольно индивидуальные выборы. Я не думаю, что это как-то можно организационно, ну, не разрешать ставить систему в машине. Ну, как бы, это уже каждого права, и когда он ее включает, момент просто, когда это мешает уже другим. Ну, не поспоришь, да, здесь главное руководствоваться принципом «живи сам и дай жить другим». Каспар, огромное спасибо, что присоединились к нам этим утром. Мы разговаривали с Каспаром Кондритюком, представителем общества развития центра Риги. Еще раз упомянем, что в течение года в историческом центре латвийской столицы скорость движения автотранспорта будет снижена до 30 километров в час. Мы сделаем небольшую паузу, после чего продолжим «Утро на Болткоме». На одной волне с городом. Радио. Болтком.